Глава города Перми был выбран на конкурсной основе. Всего в конкурсную комиссию поступило три заявки. Их подали заместители генерального директора по развитию компании специальное научно-исследовательское бюро Эльбрус Всеволод Юшков, директор МУП-ветеран Александр Мартынюк и временно исполняющий полномочия главы Перми Дмитрий Самойлов. Каждый кандидат должен был представить свою программу по созданию в Перми комфортной городской среды. В финал конкурса вышли Александр Мартынюк и Дмитрий Самойлов. Оба они защищали свои программы перед депутатами Пермской городской думы. Сделать Пермь городом-лидером. Сегодня я не голословно призываю вас к лидерству. У нас накоплен очень серьёзный лидерский потенциал в таких отраслях, как образование, где мы занимаем лидирующие позиции по Приволжскому федеральному округу и в России в целом. Мы увеличили сеть детских дошкольных учреждений на 30%. В городе создана и развивается система уникальных школ, начата и продолжается строительство муниципального жилья. Большинством голосов главой Перми был выбран Дмитрий Самойлов. За него проголосовали 33 из 34 депутатов думы. В первую очередь руководствовался, конечно, тем объёмом наказов и пожеланий своих избирателей, потому что они, собственно говоря, в большей части легли в основу программы Дмитрия Ивановича Самойлова. Так как пожелания моих избирателей совпадают с программой развития нашего города Дмитрия Ивановича Самойлов, поэтому я и голосовал за него. Согласно уставу, Дмитрий Самойлов совместит обязанности мэра города и обязанности главы администрации Перми. Таким образом, новый глава города станет и главой исполнительной власти Перми. 25 ноября состоится инаугурация. После этого Дмитрий Самойлов официально вступит в должность.